Правительство Италии предусмотрело выделение 20 миллионов евро на первоначальном этапе ликвидации последствий наводнения в Венеции в результате высокой воды. Такая сумма указана в специальном декрете о введении режима чрезвычайного положения, который был принят на экстренном заседании Совета министров. В городе на Лагуне сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем высокой воды, который достиг почти 190 сантиметров. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Власти города оценивают ущерб от стихии, которая может достигать 1 миллиарда евро. Как сообщил после посещения Венеции премьер-министр Италии Джузеппе Конте, правительство намерено направить дополнительные средства для компенсации гражданам убытков. Для частных лиц предусмотрены 5 тысяч евро, для компаний и магазинов – 20 тысяч. В дальнейшем планируется рассматривать другие случаи и оценивать размер ущерба для дальнейшего возмещения, сказал Конте. Высокая вода – типичный для Венеции феномен, которая располагается на небольших островках и насыпях в лагуне на Адриатике, как на подушке. При сезонных приливах, которые зависят от лунного цикла и обостряются климатическими изменениями, такими как осадки и ветер, Венеция погружается в воду. Повышение уровня моря до 130 сантиметров считается в целом не критическим, однако превышение этого уровня создаёт серьёзные проблемы для города, входящего в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Тем временем во Франции снегопад на юго-востоке страны оставил без света порядка 200 тысяч домов. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы линии электропередач в результате падения деревьев, которые не выдерживают тяжести снега. В одном из департаментов упавшее дерево убило 63-летнего мужчину, который пытался расчистить снег на дороге. В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололёдом. Чрезвычайное положение объявлено в Австралии, в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Бушуют около 150 природных пожаров. Погибли несколько человек, сгорели сотни домов. Власти призвали местных жителей и туристов срочно эвакуироваться. Лесные пожары в Австралии – не редкость для засушливого летнего сезона, но в этом году они начались слишком рано. На континенте всё ещё не закончилась весна. Между тем, метеорологи прогнозируют усиление северных ветров, которые принесут повышение температуры и снижение влажности, что значительно ухудшит пожарную обстановку вдоль всей линии восточного берега. В Сидней объявлен катастрофически высокий уровень пожарной опасности.